В этот день был вывод войск из Афганистана. Мой муж, Батюк Сергей, воевал в Афганистане. Я находилась дома, в Молдавии. Родила сына, которого он увидел только после вывода из Афганистана. Я помню, как я плакала, когда узнала, что выведут. В общем, память очень такая вот живая. В этот день просто невозможно сидеть дома. Хочется прийти, посмотреть, почувствовать, как это все было. Это горький праздник, конечно, как говорится. Но это праздник. Мы выполнили свой интернациональный долг. Из Солошногорска пришло 8 человек наших ребят. Мы их всегда помним. У меня есть боевой друг Олег Лебатов. Он погиб 6 апреля 87-го года. Если бы не его поступок, как сейчас называют этот подвиг, это был очень тяжелый момент его, когда он это сделал. Он нас прикрыл. Мы остались живы, а он погиб. Вот этот момент, вы знаете, я не знаю, как это сказать. Я просто не знаю, как это сказать. Я хотел бы в данный момент сегодня почтить память его и всех ребят, которые мне пришли. Они сделали очень большой подвиг. Мне трудно говорить. Но это прошлое и воспоминания, которые сидят в душе. К сожалению, это никуда не выбросишь. Извините, я не могу больше. Накануне 31-й годовщины вывода войск из Афганистана в Солнечногорске торжественно открыли музей воинам-афганцам Солнечногория. Его главным создателем выступил руководитель Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» депутат Андрей Воробьев. Идея, как я сказал, родилась в конце ноября месяца. 4 декабря мы начали заниматься этой экспозицией. В основном она состоит из личных вещей тех, кто прошел эти события, тех, кто живет здесь, на Солнечногорской земле. Это был дар музея, безвозмездно передан. Какая-то база находилась в помещении музея, который был на курсе выстрелов. Это только начало. Площадь здесь позволяет расширять всю эту базу. И, надеюсь, в первую очередь хотелось бы собрать здесь фотографии всех, портреты всех, кто прошел через эту афганскую войну. Сегодня это более 250 портретов, а всего прошло около 500 человек по этим событиям. То есть половина тех, кто хочет, чтобы здесь тоже остался памяти, памяти, соответственно, будущих наших поколений. Я прибыл, есть такой населенный пункт Кушка, самая южная точка Советского Союза. Я был там командиром 5-й мотострелковой дивизии. Это дивизия, которая состояла в штате 40-й армии. Вот. Принял эту дивизию и выводил ее из Афганистана. У меня было около 7-8 тысяч солдат и офицеров. Их надо было своевременно кормить, обувать, поить. Ну, опасность, прежде всего, была эта гибель личного состава. Предотвратить эту гибель, не допустить и продолжать нести службу. Участвовал в Афганистане в 81-83-й год. Воздушно-десантные войска, 56-я бригада. Воспоминания. Они сны снятся иногда. То, что ты там был. Вот это все воспоминания о боевых действиях. Открытие нашего музея воинов-интернационалистов. Это действительно важное. Наконец-то у нас в городе появился музей. Прошло 31 год, чтобы мы сегодня в городе Солнечногорске открывали музей воинов-афганцев в Солнечногории. Конечно, это волнующее событие. Поэтому здесь мы, афганцы, очень и очень рады и признательны нашему Воробьеву Андрею Анатольевичу. Потому что он у нас вдохновитель, основной лидер нашего боевого братства. Ну и всем афганцам, которые создавали музей, который вы все увидите. Который еще много о себе скажет. И в деле патриотического воспитания сыграет не последнюю роль. В помещениях музея планируется проводить военно-патриотическую работу со школьниками и студентами. Наполнение экспозиции будет продолжено. Юлия Унрау, Оксана Зенкина, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время. Редактор субтитров А.Семкин